Тренеры таких стран, как Германия, Испания, это все время напряжение, колоссальное напряжение той же Франции, потому что от этих команд все, что мы не в финале, это поражение. Поэтому, может, в этом напряжении не каждый справляется. А Америка сегодня это постепенный процесс тренировочный, учебный, просмотровый и, скажем так, выход из группы это уже плюс. Сегодня, ну, в подходе. Может, Клинцман более, скажем так, последовательный тренер, может, более спокойный и не готовый к вот этим передрягам, постоянному давлению и журналистов и так далее, и так далее. Поэтому каждый выбирает то, что ему удобно. Но мы видим, что результаты есть сегодня по игре Америки. А то, что касается ведущих игроков, сегодня Насри тоже не взяли в сборной Франции. Это уже взаимоотношения тренера и футболиста. То есть, или постоянный конфликт, или удобство. Сегодня у них такой выбор футболистов, что легче сказать, кого не взять. Вернее, легче всех взять, чем кого-то не взять на чемпионат. Поэтому, я думаю, что каждый тренер, мы помним и по Испании, и по Бразилии. Сегодня много бразильцев, которых не взяли. И в прошлый чемпионат мира Аргентина сборная Марадона не взял ведущих защитников. И потом они не прошли дальше, подвергся критике. Поэтому это уже не только видение, а, наверное, должны быть и футболисты на перспективу. Потому что взять всех звезд, будут на замену сидеть. Кто-то же обязан. Как он воспринимает это? Один нормально, другой баламутит коллектив. Поэтому вот здесь сплав, наверное, опытных и молодых футболистов, которые будут на завтра, и те, которые будут решать сегодня. И поэтому тренеры, наверное, ищут вот эти компромиссы, иногда отказываясь от звезд, чтобы не провоцировать определенные конфликты. И может у тренера сложиться отношение с какой-то звездой плохо. Поэтому, да, это удар по имиджу, но это выбор. А выбор всегда справедлив, когда есть результат. Не будет результата, тогда будем говорить.